Это молодежь просто не была не в курсе, и все вспомнили про красную песню. Ничего подобного. Это древняя, древняя, роскошная частушка. Моя милая в гробу, я пристроился и что-то с ней делаю. В общем, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Но большому злу это все простительно. Тут Макрон не прогадал, кстати. Я не знаю, как в действительности сложилась его история сухой бриллиантами, но он очень-очень вырос в глазах французов, судя по подскочившему его рейтингу. И Франция решила, что в этом носатом извращенце все-таки что-то есть, который даже женился на школьной училке собственной, потому что он очень любит, когда его вызывают к доске или выгоняют из класса. И вообще, когда ему все время ставят оценки. В России его, конечно, потрясли несколько вещей, но, во-первых, длина переговорного стола. Наверное, сперва он решил, что Путин в соответствии со своим имиджем сейчас распорядится, ну, как минимум, внести очень длинного Столтенберга и очень большую швабру, и прямо здесь его начнут на этом длинном столе пытать. Но вообще у длинных столов есть секрет, потому что такая длина стола, она практически исключает незаметную передачу любой взятки. Потом такие столы провоцируют подползать. Вообще, их ввел в обиход, как ни странно, Рамзес II во время хетских войн, который, да, 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 он очень любил держать своих военачальников на большом расстоянии. У него были вот эти первые длинные столы, чтобы предотвратить покушение. А вот показали Макрону стол, он переполнился трепетом. Его хотели еще отвезти в эту вашу кубинку и показать церковь Бомбородицы, но он отказался и ускакал, бурча в животе этими писью видами рыбы туда, к Зеленскому. Александр Ильич, простите, но мне кажется, что такой длинный стол, он говорит только о одном, что собрали, как, пригласили всех на праздник, а никто не пришел, кроме Макрона. Мне кажется, это очень печальная картина. Нет, 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 нет. Часть переговоров у них была вполне себе секретная. И ведь, надеюсь, никто не думает, что этого Макрона всерьез беспокоят пожары, жертвы, трупы, воины, беженцы. Политики как раз все это очень-очень любят, даже больше, чем журналисты, потому что это их питательная среда, она их вскармливает. Мы-то просто как бы расклевываем, как гриф и галаши, эту всю мертвичину с большим удовольствием, а их-то эта вся среда вскармливает, увеличивает в размерах, создает им востребованность. И, конечно, страшное невезение, было заметно это на встрече с Макроном, страшное невезение и в России, то, что сейчас Европа представляет вот эта вот толпа, толпишка, скажем так, абсолютных импотентов, что Америка избрала не того президента, безответственно избрали Байдена, не понимая, что они в большей степени избирают президента своего для России, а не для себя. Они могли бы потерпеть кого угодно, потому что мы знаем, до какой степени американские президенты могут влиять и определять судьбы той же самой несчастной русской интеллигенции. гораздо сильнее, чем местные владыки. А выбрали они вместо этого Байдена такую милую медузу, хотя обязаны были учитывать, конечно, интересы России в первую очередь. В общем, очень многие в мире намекают и мечтают быть замеченными Кремлем, подкупленными Кремлем. Ну вот я тебе могу сказать, у меня есть опыт, потому что я в свое время, когда я рвался в евреи, когда я остался вообще без всякой национальности, я примерно так же поступал, я в гастрономии, в которую я вынужден заезжать, я все время спрашивал еврейский творог. Громко, на весь зал, ну я был абсолютно увежден, что где-то же, ну в таком большом универмаге должны прятаться жидорептилоиды, которые меня заметят, и с которыми мне удастся наладить какой-нибудь контакт. Вот примерно так же все ведут себя сейчас с Кремлем. Красавица Зеленский, к которой пристроился Владимир Владимирович. Не скрывая своих намерений. Да, причем ее ведь терпеть, терпеть уговаривал не кто-нибудь, а владыка всех терпил. Профессор терпелологии по фамилии Путин. Зеленский, хотя у него было, в общем, время приготовиться к ответу и даже что-то подумать на эту тему, он так жалко, так криво, косо отвечал, хотя он мог ответить замечательно. Если ему предлагают частушку такого типа, то он мог тут же ответить, я возьму большую мину и там кое-куда себе ее задвину, а когда война начнется, враг нами не подорвется. То есть вообще никогда... Слишком молод Зеленский, простите меня, Александр Григорьевич, это партнер другого времени. Ну можно было по-другому, можно было совершенно по-иному ответить, но этому учат, потому что нельзя в ответ на краткую, смешную, запоминающуюся гадость в свою сторону, в свой адрес, немедленно начинать умничать, бэ, мэ, терпеливая, нетерпеливая, красивая, некрасивая. То есть вот это худший вариант ответа, который вообще не должен никогда звучать. Тут он проиграл. Ну ладно, оставим мы эту. Это все только как бы увеличивает высоту могильного холмика, да? Но этому учат, это ремесло. Давай оставим эту тему. Мы знаем, что с того момента, когда Путину на Пискаревском кладбище, мемориальном, дезинфицировали снег на сугробах, вакцинация вообще... Поэтому сейчас в Питере проблемы ищут, ищут мошенничество в сугробах? Нет, в Питере ищут мошенничество не в сугробах, а в тех, кто украл все деньги, предназначенные для дворников. Потому что вот каждый подрядчик, который брался убирать снег, он ухитрился украсть практически все, что город выдал ему для этой благой цели. Нет, мы говорим про то, что... Как нового. Безумно нового. Ну ты же спросила. А вакцинация не получала таких страшных ударов, и говорят, бедный Гинзбург, он уже третий раз за этот февраль посидел, полысел, снова потемнел и снова посидел.